Меньше года осталось до 30-летнего юбилея программа, первый выпуск которой вышел 5 февраля 1989 года. Сначала это были просто музыкальные новости на одном из каналов, а потом это стала культовая программа 90-х годов, которую смотрели сотни тысяч, а может даже миллионы наших мальчишек и девчонок. И не только мальчишек и девчонок, а вполне взрослых, осознательных людей. 90-е годы были очень сложным временем, зато от музыкантов все отстали, и все те идеи, которые у них родились в годах 80-х, они смогли реализовать и сделать очень интересные свои программы. Это приключения появлялись, люди творили в 90-е годы. Нам очень часто говорили о том, что новые стили в Советском Союзе запаздывают по сравнению с западными. Но, видите, это не совсем правильно. Появляло все примерно у всех в одно и то же время. А вот до реализации многие проблемы не доходили. Как говорится, проект избивали на взлете. И вот в 90-х годах многие идеи были реализованы. Причем не только это сделали группы, начинавшие в 90-х, но и собрались какие-то команды известные, начинавшие творить в годах в 60-х. Сокола, скифы, аргонавты, оловянные солдатики. Они смогли доделать то, что они не смогли сделать в 60-х годах. Записать песни, выпустить альбомы, дать многочисленные интервью и сняться в кино. И, конечно, вот эта бурлящая жизнь, она требовала, чтобы появилась какая-то передача, которая профессионально, душевно, со знанием дела рассказывала о том, что происходило у нас в стране на музыкальной сцене, на рок-музыкальной сцене. И такая программа появилась. Это программа, которую придумал Сергей Антипов. Первые три или четыре выпуска Сергей говорил текст за кадром, а потом он вышел к публике в своей знаменитой красной рубашке, которая была талисманом программа. И, возможно, именно благодаря этому талисману ничего не случалось. Программа всегда выходила в эфир. Конечно, это заслуга тех профессионалов, которые работали в программе. Но, наверное, и красная рубашка тоже имела какое-то отношение к тому счастью, к той радости, которая появлялась у нас на экране. Хотя нет, я помню, был такой случай. Программа снимала какой-то рок-фестиваль на берегу Волги. И у программы А украли злоумышленники около 300 метров кабеля. Безусловно, кабель, телевизионная вещь, очень нужная в хозяйстве. Ну, во-первых, это красивая вещь. Потом там можно белье сушить, так сказать, очень эффективно, наверное. Но даже в этой ситуации ребята из программы нашли выход, и передача вышла в эфир. Что интересно, многие рубрики программы А, начинались с буквы А, афиша, авангард, альтернатива, абзац, в котором я сам не раз принимал участие. И сегодня мы хотим предложить вам передачу, которая была записана в самом начале деятельности программы А, где принимают участие группы исполнителей, в названии которых или в именах которых есть буква А. Автограф, Аракс, Адо, Ассоциация. Все были такие молодые. Программа А. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Короче, если день снится нам Я желаю вам спокойной ночи и удачи Завтра желаю вам Жизнь мелькает, словно пёстрый лоскут То град, то дождь, то снег Солнце светит и метели ведут И горький плач, и звоненький смех Ночь становится короче Если день снится нам Я желаю вам спокойной ночи И удачи завтра желаю вам Субтитры подогнал «Симон» Ночь становится короче Короче, если день снится нам Я желаю вам спокойной ночи И удачи завтра желаю вам И удачи завтра желаю вам Субтитры подогнал «Симон» Знаю я уже много лет Что философ я и поэт И естественно гений мой Не удовлетворен с собой Только выбил бою И да, ну что за беда И всё это сказано когда-то да Всё это сказано когда-то да Как яйцо хрупок черепок Я боюсь уживить его Чтоб не вытекли мысли вон Как течёт из яйца желток Мысли в голове моей цеплятами Рызлятся коко Я произвожу лепешек часто поделиться Я высиживаю мысли как на сет на яйца Только очень жаль Что золотого я не спрят с яйцом Птичья стайкает с фразы слов Копошится в корнях лолос Инкубатором стую лоб Птицей фермою сворщу нас Только выбил бою Цитату что за беда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова